Добрый вечер, это Wall Street Online и каждую пятницу в 20.00 мы рассматриваем основные эффечесные рынки, ссылка не меняется, поэтому сохраните ее и никуда не прячьте. Так, ну по традиции начнем с экономического календаря. На следующей неделе, на этой неделе достаточно много было важных событий, и ОПЕК, и ЕЛЕН, и данные по запасам сырой нефти. Ну, в общем, больше внимания было, конечно, ОПЕК, ЕЛЕН ничего нового, интересного не... Ну, в общем, пока еще не поменяли процентную ставку, и идем на том же уровне. На следующей неделе, в национальный день праздник Китая, в понедельник Германия, также праздник, и праздник Южной Кореи. То есть, Восток будет немножко не так активен. Также в понедельник отчитается Япония по индексу в непроизводственном секторе, индекс деловой активности в производственном секторе Германии отчитается, также деловая активность в Британии и Штатах. То есть, вот такие чемпионов, и у нас такие напечатали. Будут, будут, совсем был такой... Неделя была не из легких, в общем-то, по СНП можно посмотреть, да и по другим инструментам, по нефьянке. Интересные были движения. Будут, будут уже, в принципе, подставлена точка в рейтинге, то есть, уже все утвердили. Вот, так что, обязательно. И даже те инструменты, которые не номинированы призами, все равно будет рейтинг. Говорится, страна должна знать наших талантливых ребят. И на Facebook точно будет обязательно... Может, даже сегодня, либо завтра. В общем, ну, все уже подготовлено. Так, в среду, также забыл очень важный момент. Во вторник, 4 октября, Индия будет... Или не Индия... Сейчас, сейчас... Решение по процентной ставке будет принято решение. Сейчас я уточню точно. Да, Индия, кажется. Да, верно. В Индии. Решение по процентной ставке 4 октября будет. Далее, по штатам в среду будет немало отчетов. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе и индекс завоактивности вместе с запасами, опять же, сырой нефти. Ну, в принципе, неделя вся будет праздничная для Китая, поэтому Восток на следующей неделе практически будет без активности. В пятницу Британия отчитается по производству в секторе обрабатывающей промышленностью. И в пятницу также изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, это по штатам и уровень безработицы. Ну, это из таких возможных волатильных моментов как раз будет на открытии штатов. В пятницу, седьмого октября. И как раз вот с пятницы, седьмого октября можно уже даже так ставить отчет месяц до выборов в США. Восьмого, сейчас скажу точно, когда они официально запланированы. Восьмого ноября, во вторник, пятьдесят восьмые выборы президента США. И еще то событие вокруг этого всего, даже финансовые рынки, сильные движения, скорее всего, не создают. Никто не решается долгосрочно размещать позиции. И я даже не удивлюсь, если начнет последние две недели S&P очень активно падать. Я ждал, что раньше начнется такой ралли на снижение. Ну, пока вот еще нет. Бьем рекорды. Так, ну, в общем-то, employment в пятницу и jobless claims в четверг по штатам из таких событий. Пока еще нет отчетных каких-то по финансовым секторам. Компания пока не отсчитывается. Также в октябре будет несколько банков отчитаться по процентным ставкам. Ну, по большей степени, самая контрольная такая вот ситуация и важные события – это как раз выборы. Так, ну, начнем с S&P. Машину, автомобиль или торговый терминал. Конкурс, вернее, как бы бонусы от нашей компании лидером по S&P, евро, RTS. РТС и рублю так и остаются в силе. Это пока вот будет на постоянной основе. Мы восстановили с сентябрьского контракта и пока ничего не изменилось. Поэтому те, кто неплохо торгует и будут показывать хорошие результаты, первые три места будут обязательно вознаграждены в машину. Ну, надо будет уточнить, пока ничего не говорили. Я попробую уточнить, на следующий раз вам точно скажу. Я думаю, больше внимания будет к конкурсу, который сейчас проводит биржа Moex. Я еще раз повторю, в конкурс так и остается в силе, ничего не меняется. Из контракта в контракт первые места будут обязательно, ну, первые три места будут обязательно с нашими бонусами обязательно, пока ничего не поменялось. Так, ну, в общем-то, как видите, последние три дня на S&P раскачка идет и контрольный уровень сопротивления 2167 по 2171. И саппорт уже можно так подтянуть немножко. 2135, 2140, достаточно так, ну, открыто. Удерживают четыре сессии с пяти за неделю, тестировали этот уровень и как раз вот этот массив и подтвердил свою маркировку. Напомню, мы его отмечали в качестве поддержки. 2118, 2119, 2131. Вот такая плотная, очень ликвидная неделька, как раз в начале контракта была. Этот диапазон можете зафиксировать как ключевой стартовый для текущего контракта. То есть, воспринимается как открытие дня, то есть, уровень, первый уровень, который формируют точно так же в контракте. Сейчас мы подгрузим. Немножко смещают выше ядро текущего контракта в районе 2145, 2130. Ну, это нормально, при восходящей динамике будет постепенно двигаться основная локация с самыми крупными сделками. Прошу заметить, что 2 миллиона 300 тысяч контрактов вчера на волатильности так неплохо собрали. Повышенная была ситуация и не уступает по волатильности. Как видите, пятница раскачивают потихонечку. Это, в принципе, хорошо для S&P с его динамикой. Давайте посмотрим, что там с открытым интересом. Ну, вышли они вот как раз в районе 3 миллионов и буквально вчера открыли и чуть-чуть сегодня зафиксировали, но не критично. То есть, в принципе, никаких смещений серьезных по открытому интересу в течение недели так и не произошло. Но это, в принципе, хорошо. То есть, раскачивают и как только начнет падать ликвидность... Вот, в пятницу очень удивляет разница такая по ликвидности. Ну, до закрытия еще, может, наберут, но маловато как-то в пятницу. Скорее всего, уже сняли ступори несколько раз и будут пробовать расширять, пока не повысит процентную ставку и могут толкать наверх. Так, посмотрим по дельте. Я видел там про франк, да. Так, вот ситуация по дельте на S&P. Видите, 28-го, 32 тысячи контактов за байером и практически столько же сразу в следующий день, 29-го числа. При волатильной флэтовой котировке это постоянная смена агрессора в нормальное явление. Диапазон активных таких селлеров еще с 23-го, 23-го числа, 3 сессии уже не могут пройти. Ну, пока пятница торгуется на максимуме... У максимума недели. Вполне есть шансы с учетом таких резких колебаний. Дельта близко к нулевой, но... Возможно, что он все-таки толкнул дальше. На север. И 29-46 по активности стоит выделить. Особенно... Вот у нас получается здесь 4. Почти 4-800. Тут почти пятерка уровень тоже. И вот этот уровень. Тут присмотритесь. Дельта такая... Интересно, куда все машины будешь ставить? В гараже поместятся все машины. Постоянно в рейтинге есть. И, ну, двадцатки вроде. В этом контракте что-то... Лето, видно, было очень активное, да? Пропустил контракт. Ну, в общем-то, из пяти сессий... Три за байером и две на вот такой вот дельте на продажу. Такой активный уровень. 21-46, где они отличились. Ну и по котировке, в принципе... Пока у максимума огромные шансы, что все-таки будем пробовать толкать 21-70 выше. Давайте отметим уровни... Спекулятивные. Ядро недели вот в коридоре 21-53 можно смело фиксировать. И 21-45. Это основной диапазон, который разделяет, собственно, котировку на... Как экватор. Если будем удерживать... Вернее, S&P будет выше данного ядра, то у нас активность байеров сохраняется, и сценарии на покупку будут как-никак актуальны. Так, поддержка 21-40 еще с понедельника себя показал неплохо уровень. Такой был коварный понедельник. Достаточно так... Нельзя сказать, что подло. Это у них достаточно распространенная модель дня. Расторговка. И под закрытие набрали неплохо объема. Ведь на вечерке еще и сбросили. Во вторник попробовали тоже скинуть по стопикам. Тут кто-то достаточно неплохо оставил на 21-34.5. Уровень несколько раз тестировали и проверил. Проверили уже так, что можно смело фиксировать. 21-38, 21-40. Основная поддержка на этой неделе. И основной диапазон самыми ликвидными это вторник. Среда здесь оставила очень много ликвидности. Четверг и пятница уже прям с верхней границы ядра недели ушли. Но единственное пока стесняется пробить сопротивление. В среду и повторно в четверг 21-61 по 21-65. Здесь крайне как-то заинтересованы в этом диапазоне селлеры. И пока пятница закрылась, динамика очень уверенная. Возможно будет корректировка в понедельник. Протестят ядро пятницы. Это в районе 21-54 по 56-57. И потенциальные сценарии вполне могут уже встать на восходящий тренд. Останется нам только дождаться 21-70. В случае если крайне как-то долго и не уверенно будут болтаться у максимума недели. Вот 20-60, 20-65 и все-таки не будет пробить этого коридора, ну скажем так, на открытии биржи. Вот могут еще, ну в такой понедельник может быть вполне флетовый. Супер новостей в этот день нет. Могут собрать еще стопики. И во вторник уже начнется динамика. Под среду как раз под важность новости. Раскачают и могут тогда уже пробить. То есть если с понедельника начнется атака на 21-70, в принципе неплохо. Самое главное, чтобы с открытия, вот как тактически, примерно как пятница ведет себя. Набрали объем и ушли. Как только уходят ниже ядра, с покупками осторожнее. Потому что это скорее всего продолжение вот этой раскачки. И можно очень пострадать сильно в этих волатильных колебаниях запросто. Так, FESX. Также отличились по ликвидности сегодня. Полтора миллиона оборотов. И ядро на европейском индексе. Причем на неделе этой был отчет по Германии в деловой активности. Показатель вышел позитивный. Причем хорошее такое смещение. То есть, с чем это связано, пока неизвестно. Такая деловая активность повышенная. Возможно, Германия вздохнула, что меньше тянуть ей придется без Британии. 3015, 3021 и 304 по 40. Ближайшие уровни сопротивления. Также, обратите внимание, про торговку четверга и пятница. Расширила за минимум недели цену. И уже торгуются. То есть, реверсивная такая сессия. Как раз с проверкой, тестированием стопиков. Сходили даже до минимума контракта. 2912. Потенциально ядро 2945-2969. Для восходящей динамики. Желательно, чтобы за следующей неделе не пробили. И удерживались выше. А лучше даже попробовали расширить за 3000. Ну и там два сопротивления. Как видите, по уровням. Сейчас мы дельту быстренько оценим. Ну, в общем-то, вот так вот. Видите, лидеры пока на этом контракте. Ну, так и еще Британию надо было тянуть. А так уже легче будет. Пятница на стороне Байера. Все-таки 27-го. Тоже были неплохие активные такие покупки. Нулевая 28-го. И вот этот вот сбросик на 49 тонн. На всякий случай, все равно следите за уровнем сопротивления, который я выделил. Как-то уж очень коварно на S&P, на FESX. Вот это раскачки четверг-пятница. Тут два варианта. Либо она еще продолжится. Как раз на следующей неделе нет особо таких. Под пятницу-четверг только могут уже выйти из коридора. То есть, может еще продолжение увидеть. Либо уже с понедельника резко уйдут. Как раз после ОПЕК. Вроде как сокращение утвердили. Так. DAX. Где там у нас побольше таймфрейм возьмем. В начале контракта был такой уже рост и на FESX, и на DAX. И волатильность идентична. То есть, очень высокая волатильность. Плюс пятница сняла уже контрольные стопики. Останется только наблюдать. Расширят за 10665, 10610. Или будет еще продолжение этой раскачки. Сейчас мы посмотрим, как ситуация по открытому интересу. Ну, здесь, по-честному, как видите, все-таки сбрасывали стопики. Прямо видно, 4 дня были такие опасные. И по моделям, и по волатильности. И сегодня набрали относительно четверга немножко позиций. И там как раз дельта плюсовая. Индекс РТС. Прямо видно, что все-таки сбрасывали стопики. Британия, ну, как бы, насчет ведущих экономик тут не поспоришь. В свое время помогли в этом плане огромные территории и колонии, которые они отлично эксплуатировали и, наверное, эксплуатируют по сей день. Ну, и активное добыча нефти, где только можно. Вот, собственно, и вся экономика в Британии. Там стоимость труда высокая, производство все уже в Китае, в Индии. Ну, надо, кстати, поинтересоваться, чем производит интересного такого Британия относительно планеты. С китайцами понятно, с американцами тоже, японцы в электронике. Чем британцы могут там отличиться? Разве что виски. Наверное, из-за этого. Я смотрел на отчет на бирже немецкой. Там вся статистика по ВВП в Германии. И там достаточно большой процент веса, грубо говоря, доход страны. Это автопромышленность, продажа автомобилей, техники. Ну, и сам Citizen, вернее, Siemens. Тут культовая компания. И достаточно технологичная. Как и сами немцы. Так, индекс РТС. Ну, в общем-то, немножко падает. Оборот. Был такой пик в этом контракте. Почти миллион за день. Ну, потребительский сектор, он хрупкий. Плюс Британия очень зависит от внешних источников энергоресурсов, так как своих практически уже нет. Ключевые объемные уровни в этом контракте постепенно ядро перемещается между метками 97, 200 и 98 за счет вот этих трех таких ликвидных сессий, в том числе и 28 числа. Тестировали опять отметку 100, но, как видите, это пока еще страшный психологический уровень, скорее всего. И тут, как раз вчера, неплохо постарались, объемно оставили такой отпечаток. Возьмем на всякий случай. Отметим его в качестве сопротивления, вот этот массив 99, 200 и 99, 500 и пробитие в понедельник-вторник этого коридора, я думаю, будет уже хорошим признаком активности байеров. Даже если будут они стоять еще между 98 и 99, 500, главное, чтобы ликвидность не падала. Сегодня как-то подкачали, видите. И это на S&P, на нескольких рынках такая корреляция, такая активная, плотная корреляция, упала активность по ликвидности. Возможно, зашли все в среду либо в четверг и сейчас просто уже останется пробить сотку. Давайте посмотрим, что там с открытым интересом. Так, на текущий момент у нас в четверг было 562 тысячи показателей. Немножко сбросили перед уикендом, скорее всего. Но потихонечку набирают. Не самый показательный пик активности. И давайте возьмем за длительный период для сравнения несколько контрактов. Я с вами соглашусь, Михаил, сокращать добычу будут, скорее всего, только на бумагах. Так, даже учитывая климатические сильные изменения на планете, там вроде уже до 400 долей дошла по углекислому газу. Что очень-очень-очень опасно для потепления климата. Ну и, в общем... Так, это у нас сравнение. Да, вот были активны достаточно весной. Очень огромное количество участников, вернее, открытых позиций. Особенно в начале контракта июньского сейчас не самый показательный пик активности. Хотя, лично, я думал, будет выше за счет конкурса ЛЧИ. Возможно, мы увидим рост активности после выборов в США. Я думаю, что многие не принимают такого плотного участия в торговле. Плюс, если кто-то что-то знает насчет решения ограничений для частных трейдеров со стороны ЦБ, я думаю, какие-то есть уже вердикты, скажем так, либо еще все в подвешенном состоянии. Кто-то что знает, было бы интересно, поделитесь в чате. Так, ну, в общем, активность набирает обороты, но не пиковая по отношению к другим контрактам. Давайте еще раз пройдемся по важным диапазонам. 97-200, 97-800, даже в 98-ую закладим ядро основное на данный момент. 95-800, 96-400 контрольный уровень поддержки на этом контракте. Как раз тут начали уже в первой сессии. 99-200, 99-500, такой свежий. Четверг сформировали плотную такую массивность. На этом диапазоне в качестве сопротивления маркируем на всякий случай очень важно этот уровень пройти для дальнейшего роста. Значит, по дельте. 28-го была очень-очень ярко выраженная активность байеров, и коридор на неделю плотно заняли 98-200 по 98-950. Даже можно 98-ую взять. Основную часть, конечно, выбросили в среду. Четверг, вот как раз пятница боится этот уровень как огня. В районе 99-й были такие замеченные крупные дисбалансы со стороны соляров. И останется такая, думаю, психологическая отметка 100. Уже были там в прошлом контракте. Ну, как видите, пока в новом контракте лидируют по дисбалансу байеры и самый такой плотненький. Вот он 96-550, 96-850. И повторная активность. Я бы даже выделил более точно вот этот коридор. 98-200 по 98-600. Вторник, и среда, и часть четверга здесь неплохо освоились. Дельта в пятницу нулевая. Вчера также была нулевая. То есть не за селлерами. Соответственно, вполне есть шансы на расширение за сотку. Уйдут ниже 98-й. Лучше подождать. То есть не запускать сценарий на покупку. Вполне могут еще помучить. Так как ориентир идет еще и на другие яндексы. Возьмем 15-мутный таймфрейм. Но вроде все потихонечку подходит к тому. Так, значит... Вот, обратите внимание, как тут плотненько на неделе. Весь четверг фактически отмучился. Вот, мы его зафиксируем. Критичные такие аномальные отклонения были в основном в среду. Еще ночью на самом максимуме. Вот этот уровень заслуженно получает маркер поддержки. Маркировку 97-400 по 96-950. И в закрытии дневной сессии как раз в пятницу протестили, не ушли ниже. Такой дополнительный. На всякий случай возьмите второй по классу. Уровень поддержки вместе с пятницей. То есть, вот мы фактически на понедельник-вторник, мы между двух таких дней 97-998-250 в качестве поддержки и 99-150, 99-550 в качестве сопротивления. Тут фактически весь объем четверга и закрытие среды в основном в вечерке. Так, рубль. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так выглядит текущий контракт. Пока она достаточно уверенная. С одной стороны, вроде осторожная, но свое дело пока по тренду нисходящему они удерживают. Вот, два дня расширения. Два дня расширения. Это вот стартовый такой был массив первый. Две сессии, 66-350 по 500. На следующий день ушли, даже протестировали. И тут вот массив, который уже получает маркировку ядрого контракта. 65-65 по 65-200 на рубле. И ушли резко на 64-ю. Тут вот коридор плотненький. Берем. Я пока отмечу в качестве возможной поддержки, но это лишь возможно. Sorry. Надо захватить еще. Пятницу 64-300 по 64-500. Массивность. По большому счету ее нужно как нейтральную пока отметить. Но котировка пятницы уже на лоях, поэтому выделим и в качестве сопротивления, если будут даже этот уровень защищать жестко на следующей неделе, то продолжение динамики останется. Даже сейчас вот. Вот как я умею. Кстати, кто пользуется в платформе, использует все-таки. Очень удобно сохранять точки для такого позиционирования. Из сценариев сейчас посмотрим открытый интерес, как там у них и спотик. Не забудем. Активность по открытому интересу как раз вот на рубле достаточно неплохая. Я бы даже сказал пиковая. Пик у нас пришелся на август 3 миллиона 248 тысяч. Сейчас 3 миллиона. Мы находимся на достаточно важном уровне. Это нельзя сказать, что прям исторический момент, но были мы здесь неоднократно. И ЦБ уже 4 раза встречал там котировку доллар-рубль. Посмотрим, как будет на пятый раз. Вот. Рост открытого интереса набирает обороты. это хорошо для продолжения нисходящей динамики. Самое главное, чтобы удержали не пустили выше 64500. в принципе, спот, естественно, нужно смотреть обязательно, просто для полной информации нужно фьючерс поглядывать тоже. Три сессии даже можно понедельник, четыре сессии из пяти за селером по дельте. и посмотрим сейчас под. Ну, как-то мы на Street Online отмечали такие вот как раз уровни, которые я выделил CB4 четыре раза содействовал порядка вроде двенадцати раз мы насчитывали. Такие уровни удерживали, не пускали. Как раз именно поддержка. Поэтому пять, четыре раза это не рекордное число. можно увидеть и больше там. Так, где там спот? Вот, собственно, ситуация по Томику. Двадцать восьмого минус двести семнадцать за командой селлеров на шестьдесят четвертой тут два дня атаковали. Можно взять как уровень сопротивления и весь минимум среды уровня шестьдесят третий также были активные селлеры. Ну, ликвидность которая была двадцать намного больше чем дисбаланс на четверг и пятницу. Девятьсот сорок семь тонн шестьдесят три сорок маркировка маркировка селлерами и рядом шестьдесят тридцать девятьсот тридцать одна тысяча тридцать тридцать по ликвидности у нас получается четыре три тридцать семь и четыре миллиона то есть ну не слабая не пиковая не аномальная но не слабая то есть бывало и побольше ликвидности на споте на шесть процентов в среду дисбаланс за селлерами прошел ну в общем-то если будут плотно удерживать не выше шесть три сорок вполне шансы на дальнейшее расширение но уровень достаточно привлекательный с точки зрения количества частных трейдеров которые будут на этом уровне пробовать свои силы вот так выглядит это на спот так и давайте выделим на рублей еще 15 минут и таймфрейм влажный спекулятивный уровень текущей недели итак все первые такие объемы были на 2 ядра относительно недели 65 65 65 250 это понедельник вторник и среда на вечерке ушли и остались на этом же уровне то есть сейлеров особо не смущают резкое изменение за вечернюю сессию они дальше продолжали здесь работать поэтому шансы на расширение вполне есть открытый интерес набирает обороты ликвидность не слабая и все отличились на споте на всякий случай возьмите 64 500 64 600 и второе ядро у нас локация на 64 250 по 64 400 весь четверг и кусочек пятницы вот поддержки даже нечего выделить только индикатор VWP в помощь в среднем взвешенной в районе 64 800 мы достаточно далеко от этого уровня поэтому будет достаточно вероятным увидеть корректировку к четвергой с пятницы вот этому диапазону возможно даже протез 64 500 самое главное чтобы не пускали выше вот этого коридора тогда у селлеров будет больше уверенности потому что пробитие 64 500 уже будет срабатывать огромное количество стопов селлеров и они могут усилить динамику до 65 ну если даже до 65 умудряться отпустить котировку то смотрите уже на защиту со стороны солеров на 65 а это был рублиус еврик вот такие вот устраивает представление нужно немножко сместить на этой неделе тоже раскачка волатильности и ядро 4 сессии на этой неделе и на прошлой еще суммарно выходим на коридор 1240 по можно захватить даже 1275 основная часть конечно вот она здесь больше всего активности было 1240 на 60 75 уже там прицепом захватим также раскачка была и на снятие тестирование стопов до 112 поддержка себя пока оправдала это хорошо 185 по 12 на 5 протестили ликвидность повышенная самая ликвидная сессия в этом контракте ну и останется уже тринадцатый уровень в качестве сопротивления тут чисто технический такой психологический уровень один транс пробьют могут могут боковичок да очень напрягает но торговым стратегиям именно боковик не самое хорошее время для спекуляций то есть любой участник на торговле без смещения цены по сути не зарабатывает только высокочастотники давайте посмотрим что там за активность у нас на еврике по открытому интересу ну такой пока не ажиотаж на уровне рабочем без излишеств просто идут чисто рабочий момент новый контракт ничем пока не удивил по активности поэтому еще не как говорится не сильное движение пока на еврике еще не намечается нет вспышки полуактивности тут как бы на еврике без этого никак вот по типу такого за две недели рос открытый интерес на самом таком минимуме и поддержали тут уровня здесь ровненько без каких-то там сильных смещений так дельта тут так же вот 6005 ну ровно одинаковые цифры даже просто проскакивают возьмем пока 1280 так неплохо отличились и пятнашка тут у нас по 1290 пока у этого уровня стоят но в любом случае коридорчик за байерами который мы захватим это 1230 по 1245 вот собственно вот этот коридор и должны удерживать байеры чтобы то есть мы тогда им поверим так как они всю неделю там без без отдыха защищали коридор это состав старта контракта здесь на минимуме и тоже уровень поддержки там десятка десятка вот в общем объемная где моя рисовалка так выделим вот так вот вот эта активность повторная была здесь цена на 1270 ну и сопротивление до нас 80 1290 по мостам тут канадский и австралийский да давайте с франком так ядро 3337 идентичные сценарии по всем валютным фьючерсам похоже что прошел в ликвидность пиковая в этом в эту пятницу а вот вот это движение я даже не обращал внимание не мониторил просто франк 26 ну тут давайте посмотрим объем лучше на кластерчарте 38000 контрактов оборот прошел давайте открыт интерес сверим понятно тут развлекается в общем на франке видите вот этот маневр до отметки 1 даже открыли позиции относительно вчерашней сессии такой вот хвостик сделали красивый дельта этого хвостика пока за селлерами но цена уж как-то по большей степени там наверно стопориев срабатывали и байра были 27 и они вернулись как раз на коридор недели так давайте посмотрим похожей ситуации у нас были вот здесь тоже были селлеры по дельте а по сути они потом быстренько ушли на 1 0 5 поэтому скорее всего снимали с топори и а да я пропустил вызвал валютная тренция чтобы уронить франк манипуляции естественно так ну в общем то вернулись опять коридор недели если будут удерживать выше 1 0 3 с понедельника то могут еще там попробовать пойти дальше на 0 5 давайте заглянем в душу прям франку по дельте так 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 вот вот что нужно мониторить 32 по 0 3 вот здесь как раз плотненько разместились байра 0 38 0 4 0 5 это по большей степени за счет 22 0 9 а сегодня коридорчик так плотненько да штудирует возле 0 35 давайте мне даже интересно стало возьмем на 5 минутки или на 15 минутки лучше посмотрим что произошло так что мы имеем так 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 ага в общем то сам испуг как говорится ой сходили даже за одним контрактом представляете жестокие люди я вам хочу сказать так тут пусто здесь совсем ни о чем так ну для франк это конечно так только вернулись обратно вот в пять часов уже сразу начали штудировать 33 вот оно пятно потом 312 0 3 0 8 22 процента перевес 32 23 ну тут сразу бояру взялись за дело поэтому коридор тут без сомнений стоит выделить как активность байеров тут практически с пяти до восьми они не могли никак успокоиться и потом вот целлеры которые появились собственно ничего важного не получилось у них изменить по динамике ну на всякий случай вот эту вот массивность возьмите себе на заметочку если если вдруг как то очень трудно будет пройти этот коридор вы знаете почему так сравним по ликвидности так 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 ну буквально вот вспышка и все и сразу затихли вот и вся активность сегеров ну не серьезно у байеров тут больше было так дольше удерживали контроль так самая такая плотная часть 316 вот этот вот коридор базово можно взять и защита вот здесь достаточно мило выглядит ну в общем вся расстановка перед вами так возьмем там 25 июля вернем дневной таймфрейм и продолжим так канадский да франксовый фунт совсем забыли сейчас давайте фунт посмотрим так здесь тишина жестокий флэт и тоже пик по ликвидности сегодня на фунте 29.75 по давайте плотнее 1.3 30.10 ядро по ликвидности и сопротивление 30.90 по 31 даже вот взять можно 30.70 дополнительный уровень протестили на этой неделе и как то у них ровно идет ликвидность наверное они там центробанком как то варьируют ну прям каждая сессия под линеечку видите ну 76.345 76.534 а там было по 87 везде ну понятно то есть тоже под контролем фунт начал себя вести и и последняя такая вот меточка 29.50 в общем то вышли из евро зоны и сразу скучно стало на фунте так открытый интерес как раз потихонечку набирает силу вот и как раз пик по текущему контракту возьмем с июня сейчас и посмотрим дали то что же там творится так надо убрать фильтр и так три дня идет активность байера с 20 числа нам более такая ярко выражена нежели у селеров активность 4300 на 2965 оставили сегодня в среду 5 тонн дельта вернее ликвидность 5000 контрактов на уровне а дельта там 500 контрактов а вот здесь 1100 прошу обратить внимание вот этот момент 1100 контрактов 29.85 29.65 можете взять как коридор потенциальной поддержки на следующую неделю сопротивляшки сопротивление тут по ликвидности в разы хуже ну на всякий случай 30.35 30.45 и потом уже идет максимум контракта так ну как видите сейчас мы склейку включим с 23.08 это вот первая активность которую мы наблюдаем более менее как то в июне последние были ну и сжимается волатильность это вот перед прыжком единственное нужно убедиться что вот это как раз не сброс топорей ну скачок ликвидности достаточно такой существенный видите практически на 30 процентов так канадские сейчас надо тикер добавить тут все аккуратненько у них ну в общем то основной коридор это 70 560 по 75 85 так и открытый интерес выходит уже так на рабочий уровень фактически он его уже почти достиг так были и более активные периоды в прошлом контракте ну вот в районе средневзвешенного такого участка еще чуть-чуть не набрали скорее всего ждут какое-то событие какое-то подтверждение дельта вот такая вот у нас красавица были в основном байеров видите склейки в прошлом контракте в текущем все так же не могут никак успокоиться и вот четверг пятница за селлерами 26 тонн на 0.76 вот левел байеров сегодня таких прям не было вчера вот 27 было как раз рядом и 22 тонны продавцы на уровне 75 70 оставили ну в общем с крупными дельтами на продажу по этим ценам байер байер были по коридорам практически ну вот тут очень востребованная цена и здесь еще редко наблюдаю канадский поэтому комментарии не могу оставить по этому инструменту и австралию давайте сейчас захватим кто-то писал так вот здесь интереснее такие красивые тренды давненько уже не наблюдались на валютном рынке сессия две сессии ушли красота красота прям значит рост без корректировки и вот буквально четверг-пятница корректируется и пятница возвращается в основной объем четверга потенциально вполне вероятно это как бы с фьючерса на евро похожие такие были растроговки заканчивались они как раз расширением на покупку то есть по сути как бы вполне может быть что на австралийском сбросили стопари перед ростом но на всякий случай возьмите как важный уровень 76.25 76.60 ядро текущего контракта вот и ну на следующей неделе все что вот вызывает такие небольшие небольшие вопросы как можно четыре дня одну и ту же ликвидность на рынок поставлять вот допустим неделя разная ликвидность скачки снижения разное количество участников в разные дни ровненько под линейку и последнее время это все чаще встречается так так давайте посмотрим сняли лист топики промежуточная загрузка вот этой самой ликвидной сессии как раз и послужила блокпостом для снижения пятницы восемьдесят две тысячи контрактов по открытому интересу у них пик фактически на прошлом контракте было 111 потолок сейчас на новом 107 то есть на максимуме с учетом этого такого волатильного реверса кластер чарт мы сейчас включим посмотрим дель тору так ага ага так 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 ну ближе ближе к нулевой пятница 5 тонн на четверг пришлось вот 1300 1200 две цены такие хорошенько про торговали селлеры возьмите на всякий случай и еще вот популярным был уровень 76.70 тут 600 контрактов дельта 1100 600 то есть на заметочку сопротивляшка еще впереди 76.70 а ну байро чуть скромнее ситуация конечно не так активно не так активно не так активно Ну, в общем, для роста, как видите, минимум 2-3 сессии. Они должны быть с хорошей дельтой на покупку. 2,5 это уже, либо же 5, это достаточно такой критичный уровень дельты, эти 5 тонн, 3,8. Это по сравнению с прошлым контрактом. Неделя, в общем, такая активная, подойдет она со стороны селлера. По ликвидности. По ликвидности такой, чуть выше среднего, относительно прошлого контракта, но без каких-то очевидных скачков. В общем, набрали позиции за 4 дня, у вас 27-го немало. Для австралийского это, в общем, идут они на хороших в таких оборотах, уровни я отметил. Так, это все мы посмотрели. Нефть, нефть и будем заканчивать. Итак, ситуация по этой неделе выглядит, это пока без склейки, основной диапазон 47-50, можно выделить по 46-50. Вот у нас новый контракт, включаем теперь склейку и обратите внимание на две сессии у 49-50. После такого скачка 46-50, байеры продолжают работать, то есть их не смущает цена, и пятница не посмела пройти ниже вот этого массива. То есть, очень-очень хорошие признаки наличия байера. В общем, возьмите, уровень 48-85-49-25, в качестве контрольного уровня поддержки, тут чисто психологический полтос нужно пройти, и торгуется неделя 4 дня роста, и на максимуме стоит, вполне могут толкнуть, главное, чтобы обороты не падали ниже средней вот этих трех сессий. Могут сбросить 48-ю, вот среднеизвешенная в районе 48-й предел, то есть, если буду сбрасывать и возвращаться снова на 48-85-49-50, вот тогда уже можно более смелее рассматривать сценарий на покупку. 46-я, похоже, заколдованная цена тут, прям под линейку. вот, и осталось пройти вот эту локацию, которая была в этом году, как сопротивление, прощались даже раза два-три с этим уровнем, немножко остановились. Это нормальное явление перед пробитием, главное, чтобы ликвидность была, и посмотрим открытый интерес. здесь, пока вот свеженький, но, как видите, сразу на хороших оборотах, контракт открылся. 28-е числа, здесь, прям, 11 тонн дельта. Для сравнения покажу период за это лето и начало осени. то есть, ну, не слабый здесь баланс. отметим коридоры, где вот у нас получается тонна, тонна 700, тонна 200. метод дельта, там, по 20 тысяч контрактов, оборот 22. и, смотрите, вот, 2100 контрактов дельта, это дельта с 11 тысяч контрактов, то есть, очень сильный дисбаланс по одной и только цене прошел, значит, получается у нас 4,5 против 6,6. Для такого небольшого объема, с такой разницей в процентном соотношении высокий очень, да, 20%, 24% перевес, то есть, вот 17% очень агрессивно, вот эти уровни, вот здесь, допустим, по 7,4,8%, 15%, а там все 25%, то есть, тут, саппорт, контрольный блокпост, если будут удерживать ценушку выше этого коридора, то все признаки на продолжение расширения за 50%. Если все-таки продавит до вот этого уровня поддержки, ниже уже 49,9, там 49,8, лучше не спешить с покупками, то есть, это уже, вот этот уровень, второй на проверку. В платформе может быть больше, может быть меньше, есть такой момент, как потребление. В США еще больше начала потреблять, начинает потреблять много стран, которые раньше меньше потребляли, по типу Индии, Китая, Китай только один чего потребляет, там невероятное количество энергоресурсов требуется на такое население, да и Европа тоже, в общем-то, не меньше стало. Так, это бренд марка и НСиЭль. Я не помню, у Shell, либо у British Petroleum есть такая платформа, просто огромный город-корабуль, который на воде, все вышки, которые стоят на воде, а это плавающая станция, там прям к нему подключаются все эти качающие нефть из воды шланги и просто подплывает к нему танкер и уже обработанную нефть он загружает прямо в море. Такой просто невероятного масштаба корабль, Титаник, просто лодочка рядом возле него. Так, да ладно, отклоняюсь от темы. Итак, смотрите на ликвидность относительно лета, вот если в сравнении смотреть степень ликвидности по сессиям, в среднем было до 500 тысяч контрактов, в общем, 500 уже было достаточно интересно. 28-го было 879 тысяч контрактов, оборот за сессию. Вторник, 542, 570, 3 дня был просто жуткая атака на Light Sweet Crude Oil. Поэтому здесь мы выделяем обязательно вторник, среду ядро важное. Понятно, что нет фильтров. тут без фильтров, по профилю будем фиксировать активность 45-35, это за текущий контракт по ядру даже плотно возьмем 45-20, 44-45, поддержка в районе 43, это вот стартовали с этого уровня, 43-46, 43-66, очень плотненько так поддерживали 45-44, и самый интересный уровень 47-20 по 46-80, вот прям в таком резком изменении цены, все равно там байеры остались, и обратите внимание на вот эти две профильные такие массивности, и уперлись прям вот в потолок, то есть байеры есть, похоже, что и единственное, что на многих рынках мы видели как раз наоборот в пятницу резкий скачок ликвидности, а по нефтянке почему-то спад пошел, видите, и все равно толкают выше, сейчас посмотрим дельту, что там происходит, так, это у нас четверг, тоже на хорошем объеме, возьмем другим цветом, вернее оттенком, ну по 48-ю можно смело вот этот коридор двух сессий брать, вот он, так, в принципе, если открытый интерес по лайту, так, относительно контракта, вчера прибавили, открыли позиции 29-го, сегодня несущественно, несущественное изменение всего лишь, то есть, хоть и красным маркером, но нужно смотреть, насколько это изменение произошло, платформа сравнивает с предыдущим показателем относительно текущего, если он хотя бы на, на 10 меньше, он будет красным, поэтому всегда присматривайтесь, не всегда вот эти красные могут означать прям уж сильную фиксацию. Ипотечный, там Добернанг еще, как его звали, забываю постоянно его, Гринспан, вместе с Бушем, вот виновники этого кризиса. Так, смотрим Дельту, золото и будем заканчивать. Лайдс, Виткрут, Оил, Дельта на текущем контракте, 11 на стороне Байера и 28 тысяч контрактов, 25, 32, 38. Вот плотно, 28 прошлись Байеры, 46, 9, 44, 46, 4. Все три дня идет Байер. Значит, первая инстанция такая на поддержку 47, 46, 50. Прямо можно даже округлить. Ну и вот сейчас, видите, сейчас посмотрим по... 13 против 18, вот тут как раз Байеры сейчас сражаются. Сейчас я свои там фильтры отключу, отключу обычные. Ну, видите, на максимуме, как удерживают котировочку аккуратно. 55 тысяч контрактов. 65. Ну, в общем, постарались. Самое главное, что есть активность и четко видно важные уровни, которые должны очень-очень удержать. 63 тонны. Так, де-факто, если на следующей неделе Байера активно не пускают выше вот этой локации, шансы на тестирование 50-й, хотя бы там точно должно быть. Ну, похвалить никого там из Федеральной земной системы не хочется, поэтому... Они лишь свои какие-то цели преследуют, а что там на планете творится, их особо не интересует, поэтому там они все молодцы и все они отличились золотом. Продолжение следует... Так, ну тут тоже появились потихонечку активисты, но судя по всему тут маневры еще те. 13, 26, 13, 31, две сессии, вот здесь ликвидность 27 оставили и 28 продолжило снижение в четверг, причем ликвидности не прибавилось особо. И маневр на снятие этих всех ребят, посмотрим сейчас по дельте, были ли там селлеры, если да, то скорее всего мы сейчас наблюдаем снятие, ну уже завершение снятия селлеров. А вот и нет, видите, вот такая вот картина по золоту, все три сессии плотно в общем. За байрами Два с половиной, два процента. Ну, не критичная, конечно, но... О, видите, перед ростом пять дней подряд талились, потом три дня талились. Тут уже был такой предварительный заход, период. Не пустили ниже. Это, в принципе, хороший знак, могут пока поддерживать. В общем, пока вот этот 13, 15 по 13, сколько там, 20, постарались, удержали, но вот закрытие пятницы как-то сомнительно себя ведет. Возможно, сейчас как раз и идет снятие стопорей у байеров, которые вот заходили 28-го, 29-го. Рост нефти, стоимость нефти влияет на стоимость добычи этого золота, поэтому чем дороже нефть, тем вероятнее стоимость золота будет расти. Один там только грузовики, экскаваторы, которые техника на одном дизельном топливе. Потребление идет сильное. В общем, 13, 22, 13, 27 плотненько, три дня работали именно добычники нефти. Ой, золото. Бак покупатели. Плюс близится, близится, близится период сезонный для золота. Ну, ювелирное, конечно, украшение. Разные там новогодние праздники, я думаю, там заблаговременно уже начали затариваться какими-то контрактами. В общем, селлеры отличились, вон, 13, 40, 42, с половиной и уровень 13, 3, с половиной, на всякий случай, возьмите, тут отличились. Отличились сегодня, дельта, тут 1000 контрактов, ну, здесь понятно, 2 антипода, можно 600 контрактов, тут 1400, 500 антипод, так, так, так. Ну, вот здесь, тут четко все по байрам. В общем, даже можно ниже, ну, вот такая активность, 21,5 по 27,5 коридорчик. С этим уровнем, в качестве поддержки, только если цена вернется на 27 и выше. Пока они стоят под коридором, по большей степени это, скорее всего, снимает с топори, вот мы видим сейчас 2 отличия лицеллера. Вот так вот, поэтому, если вы понедельник увидите, 13, 28, вы будете знать, что тут удивляться нечему. Да, давайте посмотрим. Так, тут у нас идет фиксация. А, ну, тогда... Тогда осторожнее, могла быть вполне фиксация продаж, я не посмотрел, открытый интерес. Совсем про него забыл. Вот эти селлеры, которые могут выйти, выходить. Ну, в принципе, как бы, опять же, уровень поддержки снова тестируют и его защищают. Ну, открытый интерес упал вот здесь, как раз, эти три сессии, которые были на дельте, на байре. Поэтому вполне могла быть фиксация вот этих продаж, либо, да, вот этих открывали продажи, здесь три сессии был рост открытого интереса. Поэтому могут все-таки уйти ниже. Я не посмотрел открытый интерес, поэтому жаль, конечно, жаль. Так, в принципе, схема достаточно вкусная на покупку. Если бы был открытый интерес за байерами, было бы отлично. Уровни есть, спасибо, что пришли. Приходите 3 октября, будет хороший вебинар, начало курса. И 5 октября открытый вебинар в рамках Smart Volume Trading предстоящего полугодичного курса. Вот, интересная тема, будем затрагивать всякие разработки, статистика. Ну и, в общем, что будет на Smart Volume Trading, узнаете, сможете задать вопросы. Всего хорошего, в хороших выходных, теплых деньков, баби лето еще продолжается и попутного тренда. Спасибо, до свидания, пока.